Добрый день! Информационная служба телерадокомпании Гомель протягивает свою работу в эфире. Устуды для вас працует Евген Паблавец. Ярко и видовищно на Гомельшине провели 8-й Всебелорусский фестиваль народного гомера «Аутюки-2016». Гэта, саправдывая села, цикавая и запоминальная свята собрала у Калинковицком районе лепших самодейных гумористов-энтузиастов самых разных кутков нашей краины. Завитали на фестиваль так само коллективы из Российской Федерации, Украины и Молдавии. Який он – адметный «Аутюковский гумор»? Веда наш корреспондент Вероника Ворошилина. Усебелорусский фестиваль народного гумора «Аутюки-2016» селит разгорнулся на скрыжевании Агрогородка, Малы и Великие Аутюки. Гэта два населенные пункты, размещенные побольше и одзины, у своих намерах. Добро працавать, весело подшивать и уметь жартовать над собой. Однако, как не дзивно, же хары малых и великих Аутюков не зауседа уживалися мирно. Воси подчас урочистых открытия фестиваля старшыни обо двух сельских советов сошлися у поядынку. Безумолно жартованным. Поставить у их разноголоссях на зауседу тлустую кропку организаторы вырышли открытием лавы примирения. Первый всебелорусский фестиваль народного гумора Аутюки был проведен в 1995 году. Все лето ладился уже восьмый по лику. Идейным натхняльником и инициатором этого, правда, уникального для нашей страны гумористичного руху з'является главный редактор «Шасофиса веселка», лауреат Державной премии Беларуси, письменник, гоноровый грамадянин Калинковицкого района Владимир Липский. Аутюковскому гумору он присвятил одразу некольких книжных выданий. Дорога, одно из них – аутюковцы, и послужило штуршком для подшатку проведения такого масштабного и запотребованного фестивалю. Есть у каждой везде люди, которые умеют говорить. Вот, а мы про что говорим, а интересно. Кажут, ой, ты меня можешь не слушать, а бракать не мешай. Ну, так интересно говорить в Аутюках, выявляете? И мы мкнемся таких людей открывать на новом фестивале, новые коллективы. Аутюковский гумор добрый и душевный, бо иде от земли людей, которые на ее что дня працуют. До приклада, мясцовые жихары жартуют, бульбу треба саджать выключно уначе, каб колорадские жуки не бачили. У целом, у си белорусский фестиваль народного гумора у Аутюки – зъява уникальная для нашей краины, бо он один в Беларуси подобного формату. Есть фестивали народной творчести, есть фестивали национальной культуры, которые проходят в Республике Беларусь. Есть разные конкурсы, разные концерты, которые проходят. Но фестиваль гумора – он один. И он должен быть один в нашей краине, потому что есть такое место, где он завсюди будет приезжать, ладиться с великим гонором, с великим импетом, с великим отразнением от других фестивалей, которые проходят в нашей краине. Другий день фестивалю народного гумора у Аутюки проходил уже у Калинковишах. У расистам открутил конкурсные программы, попередничала пресс-конференция с уделом творчих коллективов, членов журы, представников районных и областных уладов. Этот фестиваль нужен, нужен прежде всего нашим людям, нашей культуре, культуре юмора. И вы знаете, если раньше говорили, что нам песня строить и жить помогает, то юмор, вы знаете, продлевает жизнь. Веселая, цикавая и запоминальная свята восьмой всебелорусский фестиваль народного гумора Аутюки собрала в Калинковском районе лепших самодейных гумористов-энтузиастов самых разных путков нашей краины. Завитали на фестиваль так само коллективы из Российской Федерации, Украины и Молдавии, что еще раз подсвердживает гумор, немая ни межу, ни национальностью. После урочистой церемонии открытия гостей запросили на не меньше видовичную пляцовку – колоритные белорусские подворки. Как пройти импровизованную Аутюковскую мяжу, треба обовязково пожертвовать. Передулить готовую туматышную пирожку, тут зараз поспробую я. Витаю вас! Добрый день! Як кажете, Аутюка, хлеб шмаленькая работа, чем великая ляпота. Туда у нас сказано, проходьте, калилай! Дякую! После веселого марафона по проходжению умовной мяжи гостей сустракали господары подворков. Яны пропоновали поудельничать в жертвенных конкурсах, викторинах, мини-вульнях. Ладили театрализованные представления, змеи экскурсии на тему життя и побыту у Аутюках. На туматышных подворках, например, можно было доведаться смешные истории про то, как Аутюки ведут господарку, святкуют веселье обо хрэзбины, тихоцить на рыбалку. Так само тут можно было подчастоваться с продвешно-утюковскими стравами и квасом. Дарыша подрыхтовалися до фестивалю гумору не только удельники, але и звычайные жихары. Вознадыходом свята яны отзначают свой адметный календарный Аутюгод. По выниках фестивалю были вызначены переможцы у разных конкурсных номинациях. Усе яны отрымали гоноровые дипломы и подарунки. А галоны зародилися добрым настроем и позитивом до наступного свята Аутюки. Яскравый финальный кропка мероприемства стал святочный салют. Вероника Варашилина, Яугин Макеенко, телерадоя компания «Гомель» с Калинковицкого району. У Беларуси протягивается прием документов высшей научной установки на бюджетные месты. Нагадаем, вызначаться с выбором специальностей можно до 14 липня. А уже с 15-го распашнутся уступные экзамены, которые будут проходить непосредственно в установках эдукации. По творчести, физической культуры и для бетургентов, которые поступают для тримания высшей эдукации ускороченный термин. Даже те, кто будет сдавать внутренние экзамены, вне зависимости от того, поступает они на бюджетное альбоноплатное навучание, повинны подать документы до 14 липня. Залешение на бюджет завершится 24 липня, у силовые выны у 22-го, а у творче – 28 липня. Прием документов на додатковые бюджетные месты пройдет с 26-го по 28 липня. Всю подробязную информацию можно отримать на сайте Министерства эдукации Республики Беларусь. Кроме всех документов, которые предусмотрены правилами приема, это медицинская справочка, сертификаты централизованного тестирования, документы об образовании. Также абитуриенты могут приносить документы, которые подтверждают их право на льгот. Это касается победителей всевозможных олимпиад, спортивных соревнований и прочего-прочего. Все определено у нас правилами приема. Эффективное предприемство, чистая новокольная всяродия, зеленая экономика. Так вучить лозунг семинара на Раде, який отбылся на базе Гомельского областного комитета природных ресурсов и охоты новокольного всяродия. Подробязни про это в материале Катерина Жданович. Демонстрационная программа по ресурсоэффективной и больше чистой вытворчасти является компонентом региональной программы Европейского Союза по поддержке принципов зеленой экономики в Украинах-Усходного партнерства. Армения, Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине. Два годы тому программа знайшла воду и у Беларуси. И сегодня ей принципы активно демонструются у каждом регионе. Что касается Гомельской области, это промышленно развитый регион, и действующее производство потребляет громадное количество ресурсов. А наша программа как раз таки и работает над тем, как сделать использование ресурсов, как организовать использование ресурсов более эффективно. То есть, чтобы ресурсы не уходили в отходы, чтобы стоимость ресурсов таким образом уменьшить, и чтобы использовать ресурсы, которые можно использовать, добыть в регионе или же нетоксичные, которые не наносят такой вред окружающей среде. Головная мета демонстрационной программы – оказать практичную консультационную допомогу по экологичных питаниях беларуским предприемствам. Сарат удельников сустречи у Гомеля – представники региональных предприемств Харчовой Галины, Будовничей сферы, вытворцы химичной продукции. Надо сказать, что многие предприятия охотно пошли. И я всегда привожу в пример Минскую коммунарку, когда директор принял решение. Вот роль директора, роль высшего руководства – это всегда ключевая. Тогда, соответственно, весь персонал нацелен на то, чтобы поработать с командой, помочь экспертам в их оценке и найти вот эти дыры в экономике предприятия, которые они раньше не видели. Ахова на вакульнах асяроде и экологизации экономик предприемствов – актуальные питания, которые сегодня ставятся у Беларуси на высоком державном узруне. У свою чергу координаторы и организаторы Гомельской встречи спадяются, что все же смогут донести Галуна до гомельских вытворцев. Катерина Жданович, Максим Славян, телерадиокампания «Гомель». Сегодня вечерним эфиром телеканала «Беларусь-4». Глядите черговый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». У гостя до вечернего шоу завятая знакомитая пианистка, солистка Беларуской державной филармонии, господиня музычной гостёвни Татьяна Старченко. На летний сезон артистка подрыхтовала для своих гомельских прихильников шмат музычных сюрпризов, але не только про творчость, пойдя размова. Татьяна Старченко расскажа, у яким узросте у першыню побачила фортепиано, чым захаплялась у дятінстве, чому спортивную карьеру променяла на музычную и якими справами займается дома у свободной от гастроли в час. А крамя гэтага поделится меркаваннями про секрет счастливого життя и душевной гармонии. Нагадаем эфир программы «Добрый вечер, Гомель» глядите сёння у 19.30 на телеканале «Беларусь-4». У Беларусь вертается по-соправдному спякотная летняя надворья. По прогнозах синоптиков, завтрашнего дня у многих районах Гомельской области слупок термометра узнимется выше за 30 градусов. У отворок шакается переменная в облашность, махчимы дождь и на вольнице. У наступные дни опадки не прогнозуются. Температура поветра прогреется до плюс 33, плюс 35 градусов. Починаючи с выходных, на территорию в области знову приедет невеликое похолодание. У суботу максимальная температура поветра чекается плюс 25, в неделю плюс 27. Синоптики так само прогнозуют у опошний день-тыдня короткочасовые дожджи. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершенный, у студии працавал Яген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова